Девушки отдыхают Девушки отдыхают Колония не самое веселое место на земле Первое, что здесь видишь, это неизбежные атрибуты закрытого учреждения А вот в Можайской колонии сначала видишь цветы Их тут много, и мне кажется, совсем не случайно Лето – Можайская воспитательная колония Несовершеннолетние осужденные Несмотря на возраст, они опасные преступники И причинили много зла Их нельзя было оставлять на свободе, поэтому они здесь Но ведь через какое-то время они вернутся? Какими? Что им даст колония? По сути, остановка на их тернистом жизненном пути Вы были начальником взрослой колонии строгого режима в Сибири Когда вы сюда приехали и взглянули, первое впечатление – пионерский лагерь Даже не пионерский лагерь, а, наверное, детсад, подготовительная группа Вот так, как бы, в начале было такое мнение А потом, где-то, в течение месяца это мнение очень-очень сильно изменилось Очень сильно изменилось, потому что подростки есть подростки Здесь сразу же начиналось вспоминаться Макаренко Начиналось читать труды, как, что И себя перестроить, потому что у взрослых один менталитет А у подростков совсем другое И как бы, хотя каждый человек – это отдельная личность А подростки – это отдельная личность, наверное, в квадрате Потому что все-таки взрослый человек – это уже сложившийся Сложившийся, степенный И человек уже, в принципе, понятно, что от него ожидать Каких поступков А тут же настроение меняется Ежечасно Вот кто-то поглядел косо Кто-то сказал слово И возможен конфликт А потом нет писем Долго Нет, даже не писем Практически ребятишки звонят через день Есть мальчик Спартак Он звонит домой А трубку вместо мамы берет какой-то пьяный человек И далеко-далеко отправляет его Он опять набирает Опять этот же человек На четвертый раз взяла его Так, мама А мама в состоянии глубокого Глубокого Не понимает, кто звонит Она не понимает, кто звонит и что И вот мы с ним разговаривали дня три Пока очередной раз он не дозвонился Родной сестре Старшей у нее сестра Она не сходила к маме Маму не поругала Чтобы хотя бы Да, сказала Доброе слово ему Все Но три дня это были Три дня как на вулкане Помню, что это все нервы Это психи Меня никто не ждет Меня Я никому не нужен Как бы объяснили, что ты Пусть это будет как бы Не очень хорошо выглядеть Или слово, что Ты нужен нам Ну да, если ты родной маме не нужен Ты нужен нам И у тебя худо-бедно Есть сестра Хотя вот то есть есть своя семья У него есть племянники Ну, ты все равно нужен Я обратил внимание Вы чуть ли не каждого знаете по имени У каждого надо знать Из-за чего он попал сюда Из-за чего Как у него складывалась судьба Кто у него родитель Есть родители Нет родителей И вот нужно знать как бы Каждого, каждого, каждого В душу, в душу каждому заглядывать У нас ребят отбывает наказание За тяжкие, особо тяжкие преступления Они осуждены не первый раз Практика судов наша Она такова, что сразу Не дают реальный срок Потому что есть одна судимость условно Две судимости Три условных судимости А несовершеннолетний Он не понимает Потому что почва-то вот На которой он произрастает Она все та же, да? Все, все, он не уходит Садовников-то заботливых нету Вот как вы рассказываете Про эту маму Растет как сорняк Дикий сорняк Нет, можно сказать не дикий Цветок Цветок полевой У которого почва рядом Она неплодородная А садовника нет Нет А вот мы уже в роли выступаем Того корректора Такого садовника Который облагораживает Который подходит Что-то приносит Те же удобрения Лето Занятий в учебных классах нет Но даже во время летних каникул Школа-колония Не закрывается на замок За плечами воспитанников колонии Десятки Забытых Или полузабытых Школ Потому что Из каких-то Они уходили сами Из других Их исключали Вот эту школу Они будут помнить Мне кажется Очень долго Потому что здесь Их учили не только математики Физики Или скажем Литературе Здесь их учили На мой взгляд Прежде всего Жизни Галина Васильевна У Аркадия Гайдара Есть рассказ Горячий камень Если бы Вы нашли Вот этот Горячий камень И у вас появилась бы Возможность начать жизнь Сначала Вот Вы бы ее По-другому Как-то Прожили Или Или нет Нет Всю жизнь мечтала Быть учительницей Ничего другого Не хотела Мечта была И она у меня сбылась Я всегда Ребятам Говорю об этом Слова Островского Жизнь надо Так прожить Чтобы не было Больно За прожитые годы Не стыдно Поэтому я всегда стремилась Для меня работа была Счастьем Я всегда приходила На работу с удовольствием Никогда не было у меня Такого Строго Я не хотела Идти на работу Всю жизнь Я шла С удовольствием И работала я Добросовестно Честно Старалась Как могла За эти долгие годы Я так полагаю Очень много посеяли Разумного Доброго Вечного Да Много Вы знаете Некоторые ребята Говорят о том Мы вас будем Помнить Долго Никто не заставлял Оставаться ее После уроков И вместе с учениками Создавать эти Учебные пособия Ведь многие учителя Спокойно обходятся И без них Но мне кажется Галина Васильевна Верит Что так Ее очень непростым Ученикам Будет легче понимать О чем Она говорит Я очень много С ними говорю О прошлой жизни Я много говорю Им о порядочности О том Что трудиться Нужно обязательно Труд 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 Только через труд Можно быть Стать человеком Добрым Нормальным Хорошим Порядочным Вы видите Какую-то разницу Между учителем В колонии И учителем Обыкновенной школы Общеобразовательной Вот на свободе Естественно У нас своя специфика Естественно Разница есть Конечно Вот В чем эта разница Мне кажется Учитель вот здесь Должен В большей степени Не только дать материал Естественно А еще вот Естественно Часть души Наверное Это большая разница Конечно Естественно Они понимают Этот брат Если он грустный Что-нибудь подойду Спрошу Ну как ты Ну что ты Что случилось Дома Может быть Что-нибудь Тебе помочь Чем-нибудь Ну Все делаем Возможно Для вас они Преступники Или Нет Ни в коем случае Ни в коем случае Они Дети Которых Очень Судьба плохая Получилась Несчастные дети Долг Помочь им Успокоить Убедить И Чтобы они Все-таки Встали на правильный Путь исправления Не будет Наверное Преувеличением Если Сказать Что вот эта школа Это ваш дом Так она и была Вот эти Да Сложные ученики Совершенно правильно Сложные ученики С трудными Судьбами Это ваша семья Это семья Вот все учили Отдыхают А я говорю Да ладно Отдыхайте А я буду поливать Целое лето Цветы До сентября месяца Я никогда домой Не торопилась Для меня школа Это дом второй А может даже первый А может быть и первый Лето Можайская колония Несовершеннолетние преступники Пройдет какое-то время И у многих из них Будут другие взгляды на жизнь На близких На любовь и на дружбу На самих себя Как у Рустама Ищука С которым мы встретились В день Восемнадцатилетия Его Очень надеюсь Уже Новой Жизни Я тебя поздравляю С днем рождения Спасибо От всего сердца Хочу чтобы у тебя Все в жизни было Дальше Нормально Чтобы с последующих Дней рождения Ты встречал Кругу Своих близких людей Спасибо Уже можно Какие-то итоги Подводить Да Здесь о многом Вздумываешься О чем даже На воле Не представлять себе Не мог Что самое сложное На твой взгляд Родители приезжают На свидание Ты сидя с ними Общаешься Самое сложное Это уходить Обратно сюда Уже накануне Да Да Это чаша переполнена Уже Ждешь последние минуты И когда ты Маму увидел Ну я даже не знаю Как с камень Камень как с души упал А ты понимаешь Что все хорошо Мама наверное Заплакала Мама старается Не плакать Но видно А у самого У самого Вручаем И не было стыдно Нет Перед матерника Не стыдно Но ведь если разобраться Мать-то тоже наказала Да Она же у тебя молодая Ты 36 лет всего Ты увидел Какие-то изменения В ней Изменения Ну это только в лице Морщинка какая-то Да Всегда я прятка Из-за тебя Не попросила маму Прощения Мама просила Прощения И в письмах И при встрече Просил прощения Пообещал Что изменюсь Что не буду Больше таким Каким был Считают Рустама повезло Многие воспитанники Ему просто завидуют Мама пишет письма Регулярно приезжает На свидания Очень многие Этим похвастаться Увы Не могут И в сравнении с ними Рустаму Действительно повезло Хотя Стоп 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 Да что же с нами Происходит Если нормальные Отношения Матери с сыном Мы уже готовы Считать Чуть ли не Исключением Если уж говорить О каком-то Действительно Везением То конечно Надо сказать Что Рустаму Повезло Со школы Я очень часто Говорю о том Какая жизнь Была у нас Тяжелая Мы приехали сюда После эвакуации В Можайск Средств существования Не было Мы дети Мы ходили На железную дорогу Вот А ведь На железной дороге Едут поезда Потом И есть какие-то Дырки Вот Зернышки Мы эти зернышки На линии На железнодорожной Собирали И придем домой Семечко В одну сторону Зернышко Тамушек в другую И вот мы Потом эти зернышки Мы промывали Потом мы эти зернышки У сосед Сушили У соседки На мельнице Мололи И вот На ведро Очисточек Три-четыре блюдечка Мучки И пекла Бабушка нам хлеб И хлеб Ну какой это хлеб Представляете Ведро очисток И вот Три-четыре блюдечка Мучки Мы ели этот хлеб Ложками Мне как-то Начальник говорит Вы говорили Васильевна Помогешь Рассказывать об этом Вот так мы жили Четкий распорядок Жизни колонии Не оставляет Воспитанникам Ни минуты Для праздного Ничего не делания Производство Учеба в школе Занятия спортом Или художественной Самодеятельностью А еще Постоянное общение Со взрослыми Которое Как теперь убеждаются Ребята Может быть Интересным И даже Полезным Слава ведь Как семена Иногда Прорастают И дают всходы Даже когда Падают На каменистую Пучу И тогда Появляются Мечты О будущей жизни О счастье О любви Для Рустама Все эти мечты О будущей встрече С мамой Отцом И конечно С Яной Вообще Как вы с ней познакомились? Как я с ней познакомился? Это было в 2010 году В сентябре 22-го числа Ты помнишь даже Я даже помню Как она одета была Да И как она была одета Она была одета В платье В платье Было Ну там Разные цвета Были Цветы Волосы у нее У нее были Сложены в косичку Была она с собакой Знаете Собаки сумочные Такие Которые в сумках таскают Маленькие Да Такие маленькие Собакой Она была Вот Ну познакомился Я с ней На станции На станции? Да На станции Рабочий поселок Там Находил Стро Молодых людей Сильно Выпившие Но она Пошла В последний вагон Эти люди Пошли за ней Не было Чисто От любопытства Пошел Вот За ними Начали Приставать Я с ними Поговорил Потом Она просто Попросила Меня проводить До дома Там уже Она оставила Мне свой контакт Чтобы переписываться В интернете Так С ней Три месяца Переписывались Потом Проложила Встречу Ну Так Пошло Поехало Начали Встречаться Хотели Сырой свадьбы Но Суд Меня Наказал За Мои деяния Рустам Рустам Ищук Был задержан За грабеж Совершенный В состоянии Алкогольного Опьянения Когда сказали Что дочь родилась В состоянии шока Да Такого Ну я прочитав Письмо Узнал Что я Она родила А Ты узнал Об этом Уже Когда находился Да Находился В СИЗО Ну-ка Дай мне фотографии Посмотрите Она сейчас Чуть-чуть Говорит Уже Какие-то фразы Там что-то Говорит А так Яна говорит Что бегает Вообще Старается Бегать Везде Ну Вот Эту фотографию Это Часто Рассматриваешь Да Перед сном Постоянно Каждый день Каждый день Вот Если все Взвесить Вот Случайно Или не случайно С тобой Все это Произошло Скажу вам честно Все произошло Не случайно Если бы не Вот мне Мои три друга Всего бы Этого не было бы Я сейчас бы Не сидел С вами Здесь Хотя мне родители Говорили Ну не иди-то На их поводу Оберегали Мои родители Но этого я не видел Не замечал Даже смотреть Наверное не хотел На это Если бы не они Я бы здесь не был У тебя Изменилось Отношение К своим друзьям А у меня их нету Ну что это за друзья Если я им пишу письмо А они даже На него ответы Не прислали Хотя знают Что я здесь Рядом И даже приехать не могут Хотя сколько раз Мама им говорила Там К Рустаму съездить И адрес там Мама даже им Предлагала деньги Говорит Давайте я вам деньги Дам дачку Сделать А с их стороны Это очень подло То есть вот надо было Вот Судьбе сделать Такой поворот Чтобы ты понял Кто для тебя Самые близкие люди Да Да Все друзья забыли Помню только родители Осталась мама Осталась Яна И Полина Я очень жду тебя Я сынок Хотя бы Хотя бы Росточек Дать Они сами Замечают Что они стали Гораздо Лучше Появляются Стремления Какие-то Увлечения Так же вот Наш ансамбль В большинстве В своем Ребята Которые играют Сейчас на воле Не играли Они научились Этому здесь Вы наверное Испытываете Чувство Такое близкое К счастью Когда вот Приходит к вам Человек Ну практически Ничего не умеющий А потом Вы видите Он поет И на душе В этот момент Конечно 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 Вы сами расцветаете Конечно Это важно Для меня Как для человека Это очень важно Вы конечно Слышали шутку О том Что дети Цветы нашей жизни Но хорошо Если они растут В чужих огородах Применительно К колонии Эта шутка Обретает Жесткую реальность Действительно Чужой Сад Огород Чужие Садовники Воспитатели Вот только Для многих Родителей Не будут ли Потом чужими Их собственные Дети Ну колония Это очень Серьезная школа Ее надо еще Пройти достойно Вот скажем Есть ведь Какие-то люди Здесь Которых Ну будешь Очень долго Вспоминать За то Что тебя поддержали Да Как-то протянули Руку Да Есть такие люди Среди этих людей Можно назвать Галину Васильевну Галина Васильевна Конечно Она здесь Увисовое Ставила Вот ты говорил Что у тебя Там чего-то С химией Сложно было Аж два Отре Не знал Что такое Да Никогда не Задружил с ней Галина Васильевна Она объяснила мне Все Показала Рассказала Восюроков К ней подходил Спрашивая Если есть Свободная минута Свое время Уже не рабочее А именно Свое время Уже на нас Проводила Замечательный человек Приятно Пообщаться И теперь Химия Для тебя Предмет Любимый Ну не то Что любимый Место третье Четвертое Можно дать У вас За плечами Почти 50 лет Да Почти 50 Только в этой Только в этой Да Скольким людям Я дала Знания Сколько Людей Могли После этого Учиться Многие Стали На правильный Путь Исправление Это Уже Хорошо Если судить По уровню Образования Знаний Раньше И сейчас Вот если сравнить Великая Большая разница В чем? Очень резкое Падение Знаний Чем вы это Объясняете? Я это Объясняю Наверное Перспективы Нет В дальнейшем Образовании Понятно Что жизнь Тяжелая Сменились Какие-то Приоритеты Бывают Какие-то Минуты Слабости Вот Когда Руки Опускаются Нет Никогда Нет Нет У меня Всегда Уверенность Такой Что все Это будет Так как Надо Обязательно Нет 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 И приоритет Знания Он все Все равно Все равно Будет Все равно Все равно Все должно быть Только через знание Только через труд Должен быть Человек Только Как создал Как создал Человека Труд Так И Было Есть И Будет Главное На будущее Это какие Я думаю Скорее Освободиться Выйдя Отсюда Подаришь Букет Цветов Яне Я думаю Да Какие Ты ей Подаришь Цветы Ну не знаю Может Белые розы Что ты этим жестом Как бы Скажешь Товареннослов Не надо будет Товаренно Все понятно Уже будет Ну а для тебя Белые розы Это символ Чистоты Верности Да Любви Белый свет Можно сказать Что это даже Начало Да Может даже Начало Нового жизни И Начинается Биография Вот Чистого листа Чистого листа Да А если Появилось бы Возможности Галинию Васильевну Подарил бы Букет Цветов Два раза Дарил уже Ты два раза Дарил Ну когда Упускной был И все кто хотел Из учителей Кому Тому и дарил Подарил Галинию Синьми Постоянно Уже Уже скоро Эти классы Наполнятся Голосами Зазвенит Звонок И для Галины Васильевны Струлёвой Для всех Её коллег Начнётся Новый Учебный Год И продолжится Жизнь Которую Выбрали Они И которая Наверное Выбрала Их Как бы Вы Сформулировали Педагогическое Кредо Вот Вашего Коллектива Ну Наверное Оно Состоит В Создании Необходимых Условий Для Становления И развития Духовного Нравственного И социального Здоровья Наших Ребят Ваших Ребят Да Они Ваши Они Наши Ради Этого Вы Нервничаете Переживаете Порой Ради Этого Мы Работаем Ради Этого Мы Работаем Живёте Ну И живём Тоже Наверное Я с вами Согласна Потому что Это уже Не работа Это уже Образ Жизни Нет ли Тут Какой-то Связи Между Многочисленными Цветами В школе И Вот Цитаты Соловхина Которые Вы Провели Имеющий В руках Цветы Плохого Совершить Не может В потоках Критики Нынешней Системы Образования Споров О ЕГЭ Мы порой Забываем Как много Может Школа Разумеется Если она Настоящая Как В Можайской Воспитательной Колонии Но кроме Нё Я увидел Здесь Ещё Одного Усеятеля Разумного Доброго Вечного Усилия Которого Не пропадают Даром Но об этом Во второй части Программы Цветы Нашей Жизни Редактор субтитров